Срок в два раза больше провели в ожидании горячего ресурса жители домов на улице Ульяновской. Там уже месяц ведутся как раз эти самые ремонтные работы. В том, что горячей воды нет, так долго виноваты обстоятельства, утверждают коммунальщики. Какие и как быть жильцам в подобной ситуации разбиралась Екатерина Зубарева. Холодная вода бежит, а горячая вода у нас не бежит. То совсем отключат, то дадут чуть теплую. Перебои с горячей водой в доме на Ульяновской продолжаются уже месяц. У Елены Бессолицыной маленькая дочка. Чтобы элементарно помыть девочку, воду приходится греть каждый день. Даже умыться, она то конфеты кушает, то ещё что-нибудь. Ей очень не нравится холодная вода. Любая хозяйка мне поймёт, что это не приготовить по нормальному еду, не помыть посуду, не помыться самим даже. Горячую воду, говорят жильцы, отключили после того, как коммунальщики во дворе дома стали проводить работы. Раскопали яму, огородили её, но больше ничего делать не стали. В управляющей компании жителям сообщили, специалисты КТК устраняют аварию на сетях. Но когда горячая вода появится в квартирах, точно сказать не могут. А скажите, пожалуйста, а вы можете как-то поторопить их, чтобы они побыстрее? Мы их поторопим, они монополисты. Они таких, как нас, вообще не слушают. Если они горос не слушают, так нас тем более. В КТК сложившуюся ситуацию объясняют форс-мажором. На участке возле дома на Ульяновской происходит замена труб. Но из-за постоянных подтоплений территории специалисты не могут закончить работы в срок, то есть к 25 сентября. Нельзя окончательно сказать, будут ли соблюдены плановые сроки 25 сентября, будут ли завершены ремонтные работы. Мы со своей стороны предпринимаем все необходимые усилия, но тем не менее, вот есть такая ситуация. Пока специалисты обещают, что горячая вода в квартирах этого дома появится на следующей неделе. Но жильцы, которые уже устали ждать, планируют обратиться в прокуратуру. Если в доме больше двух недель нет горячей воды по вине теплоснабжающей компании, организацию могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Правда, для этого жильцам нужно предоставить в прокуратуру протокол с точной датой отключения воды и подписями большинства жильцов дома. Екатерина Зоварева, Алексей Юфирев, Бюро новостей Дайвича.